Всем привет! Сегодня мы будем рисовать вот такие аккуратные нежные акварельные цветочки. Я их выполнила в трех разных вариантах розовый, синий и фиолетовый, но вы можете взять любые другие цвета. На палитру я нанесла фиолетовый цвет и топ. Добавляем немного цвета в топ и начинаем рисовать полупрозрачным фиолетовым основу нашего цветка. Вырисовываем пять лепесточков, один у нас будет загнут вовнутрь. Между двумя нижними лепестками оставляем немного места, здесь будет сибилек. Просушиваем. Теперь берем основной цвет и рисуем тот лепесточек, который у нас загнут вовнутрь. Далее добавляем в наш полупрозрачный фиолетовый еще немного цвета и начинаем обрисовывать этот лепесточек. Потом берем кисть и растушевываем топом без липкого слоя наши тени. Постепенно затемняя центр цветка, просушиваем. Далее просто фиолетовым цветом обрисовываем лепесток и также растушевываем топом. Растушевываем короткими движениями, двигаясь от центра к краям лепестка. Теперь фиолетовым добавляем немного черного. Повторяем то же самое. Топом растушевываем и затемняем. С каждым затемнением мы продвигаемся все меньше и меньше к концам лепестка. То есть концы лепесточка у нас должны быть совершенно прозрачные, а к серединке все темнее и темнее. По той же технологии затемняем наш один лепесточек, который загнут вовнутрь. Просушиваем и черной гель краской рисуем прожилки наших лепестков. Обратите внимание, чтобы линии были максимально тоненькими. Мы не должны имя утяжелить наш цветочек. Он должен получиться нежным, аккуратным. Просушиваем. Берем зеленый гель-лак и рисуем одинокий стебелек. В этом дизайне я решила не добавлять никаких листочков, а просто нарисовать стебель. Сушим и перекрываем матовым топом. Снимаем липкий слой. Берем белую гель-краску без липкого слоя и начинаем прорисовывать очертания наших лепесточков. Так как они выполнены в акварельной технике, края у них практически прозрачные. Нам нужно добавить им немного контура. Плюс с такой прорисовкой он выглядит более живой и натуральной. Когда я работаю белой гель-краской, я рисую как бы дрожащей рукой, чтобы линии не были четкими. И немного прорисовываю некоторые прожилки. Также проставляю блик на самом стебле. Просушиваем. И теперь базой ставлю капельки, чтобы добавить нашему цветочку живости Сушим, снимаем липкий слой и наш дизайн готов Обратите внимание, что можно обыграть цветочки по-разному К одному я добавила стразики, а на втором под матовым топом у меня есть голографические пайетки Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал С вами была Таня Бестнелл, всем пока!